Жалобы на здоровье у опрошенных нами жителей поселка Ленина похожи. Живу я непосредственно 200 метров от нефтебазы. Поверьте мне, это ужас какой-то. Металлический привкус во рту. Я кашляю. У меня аллергический кашель. Нас тут травят. Травят наших детей. У меня мой ребенок. Четыре годика ему. Он не может нормально, полноценно ходить в садик. Выходим, допустим, гулять. Воняет завод вечером. Четыре утра воняет этим битумом. Это невозможно дышать. После оккупации Крыма в поселок переехали россияне из Тюмени, из севера России. Надеялись наслаждаться теплым морем до Арабатского залива, отсюда около 15 километров, и чистым воздухом. Я сюда прибыла из России в надежде, что будут перемены, что будет улучшение жизни. Вместо того, чтобы возле моря жить, дышать, с севера приехавшие дети чувствуют себя здесь намного хуже. Я очень прошу все высоко поставленные руководства, отреагируйте на сложившуюся ситуацию. Люди гибнут здесь. Едкий запах появляется, когда топливо с нефтебазы переливают в грузовики. Люди в Ленина угрожают перекрыть трассу и собирают подписи. Хотят, чтобы нефтебазу, расположенную в поселке, или закрыли, или перенесли подальше от их домов. Раньше так издевались нацисты, когда закрывали в концлагерях. Официально оснований жаловаться у местных нет. В поселок приезжала экологическая инспекция и загрязнения не заметила. Мне пришло три письма с ответами, что экологическая обстановка в поселке в пределах нормы. Никаких выбросов нет. Нефтебаза расположена в пределах метража тоже, там, где нужно. Никаких нет нарушений. Жители поселка Ленина отправили жалобу спикеру подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимиру Константинову. Безрезультатно. В ответ пришло письмо от Распотребнадзора. В городе Керчи и Ленинском районе концентрация вредных веществ не превышает значений гигиенических нормативов. Ситуация усугубляется тем, что нефтебаза расположена в центре поселка. Жилые дома всего в 100 метрах. Хлебоприемный пункт находится в 50 метрах. Больница находится примерно в 250 метрах. Железнодорожный вокзал порядка 400 метров. Иными словами, это практически центр поселка. И все как будто бы так и положено. Проблемы с экологией в Ленина начались после аннексии. В 2014-м местные власти передали нефтебазу в частную собственность. За время Украины это предприятие не функционировало. Соответственно, никто никаких претензий не предъявил. С момента, как мы стали в Российской Федерации находиться, соответственно, предприятие заинтересовались. Оно было реализовано поселковым советом без мнения местных жителей. После 2014-го нефтебаза в Ленина принадлежит компании БК «Терминал». Ее возглавляет российский бизнесмен Андрей Хорошилов. Он управляет еще пятью российскими фирмами. Четыре из них московские, еще одна прописана в Московской области. Обвинение в загрязнении Крыма Хорошилов отвергает. Наша компания имеет прямое отношение к строительству федеральной трассы Таврида. Мы ведем поставки ГСМ для техники, которая там работает. Я сейчас нахожусь в Москве, но пару недель назад был в Ленина и ничем там не пахнет. Мне там хорошо и свежо. С Хорошиловым поговорили крымские депутаты Госдумы России. Пообещали, что нефтебазу не закроют. Но экологическую проблему решать нужно. Решить проблему экологического благополучия сельского поселения без ущерба для производства. Потому что это производство, оно сегодня востребовано, непосредственным образом связано с реализацией федеральной целевой программы, строительством федеральной трассы Таврида. И, безусловно, мы не можем поставить под угрозу реализацию всех этих производственных планов. Что важнее – здоровье крымчан или строительство федеральной трассы Таврида? Мы спросили у жителей поселка Ленина. Все понятно, что нужно строить Тавриду. Это все понятно. Но при выполнении этих задач, думаю, что не стоит забывать, что приоритет все-таки здоровье и жизнь гражданского населения. Можно строить трассу, нужно строить, мы все за. Но перенесите эти строения ближе к трассе. Это будет и для людей, и для трассы. Со строительством трассы это не закончится. Потому что строятся новые емкости, вы можете увидеть. Одна новая построена, и две там уже построены. Сейчас нефтевазу в Ленина проверяют Роспотребнадзор, Российская прокуратура и экологическая инспекция под контрольное Кремлю. Дмитрий Евчин, Крымреалии. Продолжение следует...